Милиция Киа Федеренко, чем можем допомогти? Здравствуйте. Здравствуйте. Я в 7 часов вызывал полицию на Горького 130, на избирательную комиссию по нарушениям закона и угрозам. Приехала полиция и вместо того, чтобы пресечь нарушение закона, применила ко мне силу и вывела меня из участка. Вопрос, зачем вы прислали ко мне этих дебилов? Вы же вызывали полицию? Ну да, но зачем приехали, дебилы, я спрашиваю. Меня вывели из участка, сила, я помощник народного депутата, я журналист. Они должны были пресечь нарушение закона в отношении меня. А вместо этого меня забрали с участка, сейчас там фальсифицируют выборы. Да слушайте, мы принимаем от вас телефонный звонок по направлению полиции, милиции. Мы передаем информацию дежурному этого района. То есть ваш в данном случае это Голосеевский райотдел. И Голосеевский райотдел дежурный направил к вам этих, как вы говорите. Ну так что мне теперь делать? Они вступили в сговор с фальсификаторами и увели меня. Теперь там некому даже за этим процессом следить. Вы можете... Вы были в райотделе? Да нет, они меня силой вывели и наставили на улице, сами разъехались. Я просил мне помочь, а приехали дебилы и меня просто силой увели оттуда. Это нереально. Как такое может быть? Я могу вам дать номер телефона полиции. Вы расскажете им, как они с вами поступили. Ну да, давайте. Буду что-то делать. 254-94-88. Находятся они на народного ополчения 9. Заметно, что народного ополчения. Ладно, спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое. Угроз со стороны председателя избирательной комиссии. Приехала полиция. И вместо того, чтобы пресечь нарушение закона в отношении меня, применила ко мне силу и вывела меня из участка. Вступив в сговор с фальсификаторами. У меня вопрос. Где вы нашли этих дебилов? Давайте мы не будем применять ненормативный лес. Это очень нормативное. Слово «дебил» очень нормативное. На этом наш разговор закончится. Если будете дальше так, оскорблять работников патрульной службы. Слушайте, бандиты приехали, меня увели из участка. Силу кого не применили. Что делать? Куда мне обращаться? Вы можете приехать к нам и написать заявление, написать жалобу на местную работу. И будет разбираться руководство, правомерно они действовали или нет. То есть вы можете предложить? На данный момент, да. Я требую вас немедленно разобраться, кто приезжал на вызов. Я не могу разобраться. Я оставляю вам устное заявление. Моя фамилия Филимоненко, зовут Севолода. Да я понял. А вы запишите себе. Я буду добиваться своего. Вы понимаете или нет? Я не оставляю это просто так. Да пожалуйста. Ну так вы будете сейчас что-то с ними делать? Или вы будете бюрократические игры со мной играть? Пишите заявления. Находите этих людей. Они невменяемые, они работают в полиции. Я не знаю таких полномочий. Я вам говорю, полицейские ваши вступили в сговор с фальсификаторами. Применили силу к журналисту. Вы что, это нормально вы считаете? Я вам еще раз объясняю. Я не дежурная часть. У меня нет... Дежурная часть, то есть сказали обращаться к вам? Я могу записать это и передать сюда своему руководству. Запишите и передайте. Мой номер телефона 050-37. Разберитесь с этим как можно быстрее. Хотя что вы можете сделать? Понты все, это ваша полиция. Пошли вы козлой.